Шатоль Гранд Восток. Самая первая новая винодельня в Российской Федерации. С тех пор они уже много раз сменили и виноделов, и владельцев. У них было и банкротство, и что у нас противовес банкротству? Рассвет и возрождение. Да, рассвет, возрождение у них сейчас. И вот как раз мы недавно были с визитом на этой чудесной винодельне. Кто еще не видел ролик, обязательно посмотрите. Это вино я знаю очень давно. И еще с тех пор... Это военный какой-то? Понятия не имею. Это такой грязевой вулкан. Мне казалось, что это в честь человека. Ну, возможно, наверное. Звучит как фамилия. Да. И как бы даже непонятно, где тут ударение, но судя по тому, что Шатоле Гранд Восток, это ударение должно быть на последний слог. Соответственно, корсов. Пусть будет. Тем более кюве. Если кюве, то точно корсов. Не кюве же. Кюве корсов? Кюве корсов, да. И кюве корсов. Лучше кюве корсов. Ну, нормально. Так вот. Это такой грязевой вулкан, в честь которого и названо это вино. И это вино, как я и сказал, я знаю с давних-давних пор. Еще до банкротских. И чем это вино интересно? Это выдержанное белое вино. Мало того, что это выдержанное белое вино. Это выдержанное белое вино, в составе которого есть савиньон блан. Это очень смело. Это смело и это круто. Да. Это вино я знаю давно и люблю давно. Давайте читать контр-этикетку. Шатоле Гранд Восток. Кюве корсов резерв. Российское вино с защищенным географическим указанием. Кубань, Крымск, Сухое, Белое. Завод Шатоле Гранд Восток. Один из первых. Бла-бла-бла. Давайте состав, пожалуйста. Вино выдерживается в дубовых бочках не менее трех месяцев. Поразено из купажа сортов винограда. Савиньон блан на первом месте, блин. И шардоне. Во. Выдержанное вино из савиньон блана и шардоне. Давайте открывать. Тут, разумеется, фольга. С их вот дубом. Вот этим красивым. Нас обещали на него свозить, но не свозили. Может, когда-нибудь свозят. Будем надеяться. Интересно, а можно самим поискать его? Не знаю. Он вообще должен быть указан на картах каких-то туристических, например. Ну, а вдруг там закрыто, а не проедешь. Это же как бы частная собственность все-таки. Небрендированная пробка нормального размера. И уже отсюда слышно выдержанное правильное белое вино. То есть, какие-то сливочные тона уже есть даже на пробке. Цвет. Ну, цвет, конечно, сразу желтый. Это все-таки выдержанное белое вино. Поэтому цвет желтый. И, можно сказать, даже насыщенно желтый. Мне кажется, есть пузырики небольшие. Пузырики? Угу. Ну, какая-то очень легкая взвесь. Очень легкая взвесь пузырики. Очень, да. Аромат. И каждый раз я слышу это. То, что я жду в правильном, выдержанном белом вине. Это сливочные тона. И ореховые. Вау. Ну, и дальше. Ириски. Жасмин. Китайская груша. Знаете, такая, которая очень водянистая. Персик и соус бешамель. Такой белый к мясу. Вкус. Прекрасный сливочный же вкус. Хорошая, яркая кислотность. Вино довольно плотное для белого. Оно обволакивает. Угу. Груши. Персики. Ириски. Все это есть во вкусе. Грецкий орех. И какая-то вот эта вот савиньонистая травянистость. С ароматом листа черной смородины. Кстати, сколько оно стоит? А то расхваливаю, расхваливаю. Нам-то его на винодельной вручили. Насколько я помню, в алкотеке оно продается. Так, магазины, алкотека. 700 рублей. Алкотека, 700 рублей. На мой взгляд, это вино абсолютно стоит этих денег. В вине есть даже легкие танины. Такие, знаете, а-ля оранжа. Вот в оранже танины. Они выступают таким ананасом. И вот тут что-то вроде тоже присутствует. Классно, сливочно, орехово, ирисочно, фруктово. Вот просто замечательно. Обожаю это вино. И нежно люблю. Ну, наверное, уже десятилетие, можно сказать. Да, оно 14-го же года продается еще у нас в Кентра. Да, и оно живое. Живое. Оно все еще живое. Такое старенькое, уже с клюкой. Хромает, но живое. Но живое. Субтитры сделал DimaTorzok